добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радио центра сангейс начинает свою программу и сегодня понедельник в чикаго 8 часов утра на западном побережье 6 часов утра на восточном нью-йорк и вашингтон 9 часов утра а в москве 4 часа дня и у нас на связи таиланд астролог анна ласточкина аня добрый день у нас 8 утра у вас 8 вечера у нас вот только солнышко за окном достаточно яркая вас уже по всей вероятности его где-то там уже склоняется да уже давно давно нет давно нет сегодня первый день рабочей недели по западному так сказать календарю а по восточному календарю это второй и прежде чем мы приступим главной теме нашей программы а не скажите а почему так вот получилось что половина земного шара живет по западному точнее больше чем половина половина меньшая половина следует восточному календарю почему уже в тех странах которые живут по восточному второй день рабочей недели а вот у нас первый да конечно у нас есть такие разночтения между западным восприятием мира и восточным восприятием мира почему так сложилось ну скорее всего на западном мире это сложилось из-за удобства какого-нибудь потому что на западном мире это у нас учитывается все что связано с прогрессом с удобством для человека такого прогрессивного на востоке более чтут традиции и чтут какой-то естественный ход вещей и не только у нас смещение происходит с днями недели а на востоке первым днем недели считается воскресенье потому что это солнечный день это день солнца им управляет солнце это день хорош для того чтобы планировать любую деятельность мы начинаем солнечной энергии и далее понедельник как второй день недели представляет нам лунную энергию для действия а лунная энергия это уже забота о пространстве внешнем то есть можно в этот день какие-то улаживать дела связанные с хозяйством и так далее и еще я хотела сказать еще в одном разночтении дело в том что по ведической традиции и день начинается в другое время день начинается с восходом солнца у нас же сейчас нашей традиции который учитывает весь мир день начинается в 12 часов ночи и вот это тоже есть такое разночтение которое астрологи учитывают иногда люди которые говорят что я родился в четверг они совсем правы когда они приходят за консультацией к астрологу астролог им может сказать что нет вы не родились не в четверг а в среду потому что до восхода солнца до восхода солнца значит еще следующий день не начался понятно ну вообще-то говоря понедельник в ведической нумерологии считается днем луны и тоже налагает свои какие-то определенные причины что надо делать что не надо делать вот такой общий вопрос скажите а все-таки что надо что не надо делать с точки зрения астрологии в понедельник ну для всех знаков зодиака да когда мы говорим о дне недели мы имеем ввиду а какую нам день предоставляет энергию на уровне действия поэтому все что связано с нашим действием с элементом огня в пространстве который нам именно с элементом огня связывает день недели все что связано с показателями этого дня на данный момент это луна то есть она очень подходящий и вы будете в гармонии с окружающим пространством если будете делать следующие вещи например закупать продукты на всю неделю и наполнять ими холодильник это очень полезное время для того чтобы позаботиться о пропитании на всю неделю это мы говорим простите мы говорим о понедельнике да мы говорим о понедельнике как о лунном дне и луна нас связывает с заботой о своем теле о том чтобы позаботиться о питании дальше это конечно все что связано с заботой и сообщением с женской частью населения то есть это такой женской женский день но он отличается от пятницы часто путают пятницу и понедельник например понедельник можно ходить по магазинам да венеру и луну в понедельник можно ходить по магазинам покупать различные вещи в том числе одежду но здесь будет такой подтекст что это одежда которая обеспечивает нам какую-то базовую базовую нашу потребность это могут быть хозяйственные вещи это может быть уборка дома это могут быть цветы различные растения а вот венера пятница там уже идет такой гламур то есть идет там что-то для шика можно покупать украшения можно покупать себе очень красивые платья которых мы хотим именно отличаться как женщина нашим таком проявлении венерианском то есть лунное проявление женское это забота женщина-мать женщина которая оберегает пространство а венера эта женщина которая может себя очень ярко показать блистать танцами заниматься и так далее луна больше подходит для такой хозяйственной деятельности и умиротворенной понятно аня скажите а что делать не рекомендуется в понедельник сегодня понедельник но знаете а вот я бы так и сказала что мы должны ориентироваться только на день недели потому что у нас энергетика дня складывается на самом деле из пяти элементов все наверное знают что у нас есть четыре основных элемента и 5 связывающие все эти элементы между собой который называется эфир и когда мы говорим о дне недели мы говорим о элементе огонь но у нас есть еще допустим элемент воздуха который представлен в энергетике пространство накшатрой луны и он предоставляет энергию для ума то есть на уровне ума у нас сейчас может возникнуть какое-то умонастроение настроение которое мы заложим в начинаемое действие например сегодня у нас луна в накшатре у тарабхалгуги у нас понедельник можно еще посмотреть какой лунный день то есть тоже лунный день смотрится и все это вместе сложить все эти в самом лучшем случае пять элементов пространство энергетики пространства и уже сделать какое-то заключение и если мы сегодня посмотрим на наш день давайте я посмотрю на как на то какой у нас день сейчас то есть у нас шукла и кадыши то есть у нас растущая луна 11 день растущей луны то есть можно сейчас делать все что связано с ростом например начинания которые повлекут за собой развитие каких-то событий вещей допустим начинания связаны с приростом у нас бывает половина луны убывающие это когда мы можем начать что-нибудь например худеть да то есть от чего-то избавляться а сейчас идет именно растущая половина называется шукла пакша ходить не надо да лучше не начинать худеть да но что-то приобретать что-то особенно по хозяйству потому что понедельник и накшатра утра бхалгуни связывает нас с такой утра бхалгуни это накшатра полезности то есть утра бхалгуни дает нам такую энергию например можно сегодня купить что-то очень полезное что пригодится или очень творческое что пригодится вам два для творчества и вообще утра бхалгуни хорошая накшатра для начинаний а для того чтобы заложить какую-то основу результат который будет длиться долго и особенно применительно какому творческому мероприятию сегодня простите перебью но ведь меркурий у нас остается ретроградным и это по определению как бы нового ничего не надо начинать ну или это нового ничего не начинать в каких-то глобальных каких-то вещах а вот в понедельник на всю неделю да допустим да мы же мы же мы же не можем все время на ретроградный меркурий ничего не начать то есть нужно здесь иметь ввиду что ретроградный меркурий списываем на меркурий это что у нас радио сейчас затормозило мы тоже в принципе можем списывать на меркурий сейчас у нас все в порядке с радио да сейчас уже нам посоединились радиослушатели но какой-то сбой был да это все меркурия виноват да я так понял будем будем так говорить и потому что меркурий отвечает именно за коммуникацию за радиосвязь и так далее конечно начинать сегодня что-то такое глобальное что связанное с коммуникацией не стоит ну например покупка платья не не связано с коммуникацией поэтому почему бы нет или новой швабры почему бы нет сегодня можно купить ну почему смотря какое платье платье тоже можно многом говорить как и носить насколько но так скажем откровенно или нет она может о чем-то говорить или говорила но хорошо это по поводу понедельника как-то мы вот увлеклись с вами и но сегодня действительно день недели и по западному как мы уже говорили календаре это первый день недели рабочая неделя но давайте мы перейдем главной теме нашей сегодняшней программы а главная тема программы это астрология места жительства ну вот люди задают вопросы кажется мне что вот надо бы как-то изменить мое место жительства то ли это в пределах одного района то ли это в пределах одного города то ли это между городами то есть вообще можно даже изменить свою страну можно ли определить стоит ли менять место жительства насколько это благоприятно и насколько это помогает ну допустим каком-то творческом развитии да действительно этот вопрос является одним из самых популярных особенно для нас кто живет за границей люди которые уже переместились в пространстве то есть они уже выбрали себе какое-то другое место жительства они всегда задаются вопросом где мне лучше на родине или за границей это самый популярный вопрос конечно можно определить основные тенденции гороскопа можно посмотреть если у человека склонность проживания за границей и как правило она уже бывает реализована несколько раз если у него есть такие показатели и можно определить те периоды когда человека повлечет за границу либо в какие-то заграничные поездки и далее можно даже дать определенные рекомендации в каком направлении лучше человеку двигаться то есть в каком направлении будет повышаться его удача благосостояние в какое место ему лучше попасть это характеристики этого места складываются из очень многих показателей и когда я начинаю отвечать на этот вопрос я прежде всего смотрю луну человека как ни странно конечно я смотрю период но я смотрю луну все начинаем с луны и почему потому что через луну мы получаем впечатление из окружающего пространства то есть если мы куда-то перемещаемся мы фактически меняем то пространство которое будет вокруг нас и нам нужно чтобы она обладала такими характеристиками чтобы давала нам силу то есть определенное это должно быть определенное место где мы получаем достаточно впечатлений для того чтобы поддерживать наш ум в позитивном состоянии и вот если я взгляну например на вашу карту михаил то есть смотрю на вашу на вашу интересно да дорогие друзья кстати мы не договаривались они о том что она будет смотреть и сейчас в эфире по поводу моей карты так что вот для меня это точно такая же новость давайте да поскольку я знаю что у вас луна находится в стрельце то вообще подходит любая обстановка связанная с обучением то есть процессом обучения с процессом где оглашаются самые разнообразные идеи и сама по себе луна в стрельце уже тянет человека путешествовать потому что стрелец это самый путешествующий знак это это знак дальних странствий паломничеств исследования различных культур философии то есть это знак учителей по большому счету то есть учителя которые постоянно всю жизнь получают новое образование и если бы вы сказали что хорошо ли мне перемещаться скажем вот даже в америке вот этот маленький городок я бы вам сказала подождите михаил у вас вас еще луна находится в одиннадцатом доме то есть у вас вообще вам нужно постоянно получать новую информацию из внешнего пространства из социальных сетей самому там участвовать и беседовать на различные философские темы если у вас там будет такая возможность то конечно да но лучше вам проживать в том месте где есть такая так называемая тусовка тусовка идейная что где много идей много информации крутится вокруг вас так же конечно я бы посмотрела на вашу лагну на ваш лагнеш то есть где ваше физическое тело себя хорошо чувствует то есть в каких обстоятельствах идет энергетическая подпитка вашего яд эго и вашего физического тела то есть я тоже посмотрю я знаю что восходящий водолей и водолей он тоже себя представляет внутри какого-то концептуального сообщества где обсуждается идеи мир мир во всем мире то есть это очень такой концептуальный знак и дальше я посмотрю на ваш на хозяина вашего тела коим является сатурн и посмотрю где он в какой обстановке находится это окажется восьмой дом это дом окажется тайного знания мистики глубоких исследований желание опознать суть вещей то что скрывается за природой явлений и конечно я сразу вижу где такому человеку лучше раскрываться то есть какой среде среде где есть много общения где есть много обсуждения вот таких тем где есть много философии и где есть возможность учить других людей потому что луна в стрельце она дает тенденцию учить других то есть в монастыре и в гималайи пока ехать не надо но я еще такое сказать хочу сказать да если всю жизнь провести в монастыре гималаях то что-то недореализуется но есть такое понятие как место силы у каждого человека есть шакти шакти это энергия которая у человека вдохновляет на действие дает ему какое-то особое свою харизму и она тоже эту энергию тоже можно получить из окружающего пространства и если не просто смотреть луну в знаке а еще посмотреть на накшатру в которой она стоит то есть пойти глубже как устроен ум у человека можно сказать еще больше да это будет накшатра мула так вот вдохновение для ума можно получить как раз таки из таких каких-то экстремальных увлечений или экстремальных пейзажей как горы как недоступные места мула связано с недоступными местами где есть такое чувство что чувство опасности это пустыни ледники непроходимые джунгли это дно океана это вот все что связано с тем что любой человек простой человек туда не поедет ну кого не не проявлено эта энергия вот и поэтому можно сказать что вы можете черпать свои вдохновение открывать свою природу допустим каком-нибудь посетив какой-нибудь вулкан такое место да связанная с бурной энергией ясно хочу вам сказать что абсолютно все правильно дело в том что действительно после переезда в соединенные штаты где проживаю почти 25 лет я достаточно много путешествую в основном на восток и там действительно экстремальные бывают моменты и достаточно непросто это не туристские тропы куда обычно там едут из моря тач-махал и так далее хотя и там я тоже бывал и то есть это таки да это правильно все соответствует более того я увлекаюсь нумерологией сам даю консультации и по нумерологии я тоже знаю вот какие особенности моего тела физического и не только физического так что все здорово аня скажите тогда такой вопрос ну вот когда-то мне смотрели руки мои то есть хермантия да то что называется palm reading и сказали о том что есть возможность у меня еще еще какая-то страна может быть то есть на этом я так сказать не остановлюсь моих путешествиях есть это или нет с точки зрения астрологии да но сначала мы должны посмотреть насколько вы вообще склонны к перемещениям а потом мы смотрим какие периоды запускаются в вашей жизни которые меняют ваше умонастроение и ведут вас куда-то дальше и вот если посмотреть на вашу карту в целом то у вас конечно очень подвижная карта потому что у вас сатурн который отвечает за ваше тело одновременно отвечает за двенадцатый дом гороскопа а это значит за границей за границей что-то это терра инкогнито в общем смысле все что-то не познанное что лежит за пределами места моего рождения поэтому с таким положением вряд ли вы останетесь дома и и дальше нужно смотреть какие периоды идут у человека если я посмотрю вашу карту я увижу что вы пережили период раху раху находится в двенадцатом доме опять-таки скорее всего вас в этом лет да в это время было было масса переездов и путешествий потому что раху что определяет основной вектор желаний человека то есть это самая его ярко выраженная амбиция в гороскопе то есть куда ему развиваться ему а ваше развитие в запредельное если мы общим термином куда-то в запредельное и получается очень много желаний в двенадцатом доме в двенадцатой сфере нашей жизни а это сфера сфера отпускания всего что связано с моим я с физическим телом отпускание от своей родины это сфера всего что лежит уже на грани между жизнью и смертью всегда будут интересовать такие темы это медитации это стремление проникнуть туда по ту сторону вещей кстати такая комбинация ну например есть у исследователя никола теслы там у него стоит раху в рыбах с юпитером почему-то сейчас вспомнилось то есть через сны через медитации понять суть предназначение свое и так далее вот и конечно это позиция очень тесно связано с тем что вы можете проживать за границей и араху вас уже можно сказать что реализовалась а теперь юпитер наступил период юпитера но дело в том что юпитер дает новую энергию и нужно посмотреть связан ли он как-то у вас гороскопе заземление угомонитесь вы или нет а в своем поиске и когда смотрим на гороскоп да этот юпитер стоит в третьем доме это дом поездок путешествий он естественно оттуда аспектирует дает энергию дому дальних путешествий он находится в подвижном знаке овен он не только подвижный он еще связан с очень большой большим количеством энергии инициативы и начинаний то есть когда включается теперь юпитер одновременно он начинает действовать через качество овна то есть вам начинает хотеться вновь и вновь что-то постичь новое овен это вечный ребенок поэтому каких-то шансов угомониться в это время совсем не предвидится и очень вероятно снова новое перемещение так как юпитер у нас связан с восточным направлением это может быть перемещение в восточном направлении относительно вашего места пребывания на данный момент восток это у нас исток так скажем да это исток всех духовных знаний это период когда повышается интерес к самым различным философским течениям появляются новые учителя в жизни новые образовательные проекты ну то есть вы переживаете такой вот подъем но и юпитер подъем духовный сейчас в течение долгого теперь времени у вас он будет и он еще конечно вам дает очень большой шанс поправить свою финансовую сферу поскольку он отвечает за дома и привлечь очень большое количество людей свое информационное поле поскольку он отвечает за 11 дом гороскопа и много друзей много новых связей и много новых поездок и перемещений понятно и вечный бой покой нам только снится ну дорогие друзья уже обращаясь анечка большое спасибо вам обращаясь к нашим радиослушателям и видео зрителям поскольку все наши программы записываются потом они идут в youtube где можно все это прослушать и просмотреть и в общем то те кто подписывается на этот канал сангейт radio может сразу получить информацию о том какая программа вышла у нас сегодня еще будет одна очень интересная программа пути йоги и я что хочу сказать если говорить уже о себе то в принципе да поскольку центр сангейтс который был организован почти 10 лет назад это центр информации ну можно получать конечно информацию из интернета откуда-то по телевизору и так далее но как когда-то говорил живанецкий можно все себе напредставлять но я мне лично мне это не подходит потому что я хочу хочу побывать там и на себе это все ощутить а потом передать эту информацию так было бы логично такая возможность есть в общем то поэтому я это и делаю и на самом деле центр сангейтс это центр информации насколько эта информация будет применима решайте дорогие друзья вы сами а те люди которые с которым мы беседуем они как раз таки дают эту очень и очень полезную и очень интересную информацию поэтому если вы хотите оставить свои замечания если вы хотите поговорить данном случае с анной ласточкиной ведическим астрологом пожалуйста вы можете обратиться и к нам вы можете обратиться и напрямую к анне нет никаких с этим проблем ну как обратиться к нам это тройной w sun gates radio dot com sun gates radio.com и sun gates 1 0 8 sun gates это солнечная ворота на конце буква с sun gates 1 0 8 это наш skype пожалуйста общайтесь с нами и мы с удовольствием дадим такую информацию а не скажите ну вот со мной допустим так все понятно тем более что я в общем то сам это как бы изучаю я будем так говорить в теме но вот люди которые вообще не знают и переезжают по каким-то причинам ну не знаю плохо допустим финансовое положение хотят но вот смотришь эти фильмы вот и люди рвутся все в москву там допустим санкт-петербург крупные города ну соединенных штатов приезжают нью-йорк лос-анжелес чикаго три крупных города приезжает почему ну найти работу проще все таки место рабочих больше да но тем не менее же ведь существует объективные причины и в астрологии в карте натальной карте человека это видно что нежелательно переезжать туда а человек этого допустим не знает и переезжает и потом у него ничего не получается как вы считаете надо всегда обращаться к астрологам надо неважно к астрологам хиромантам номерологам не имеет значения или все таки вот существует у человека какое-то чувство интуиции и который кстати тоже может быть и иллюзии майя да это иллюзия но вот как ему все-таки быть как вы думаете ну я расскажу про свой опыт ко мне обращается очень много людей с таким вопросом куда мне переезжать стоит ли переезжать и смогу ли я там реализоваться и что я могу сказать люди очень часто делают слишком большую ставку на переезд то есть они думают что если они переедут то они в каком-то смысле решат все свои проблемы но на самом деле на нас действует не карта переезда как таковая которую можно тоже составить есть такая есть такое направление в астрологии называемая астрокартография то есть можно в принципе человеку составить новую карту на то место куда он переезжает и посмотреть какие у него там будут преимущества либо недостатки то есть мы можем я могу сделать так чтобы посмотреть на человека как будто бы он родился в том месте куда он переезжает и какие планеты у него становятся доминирующие доминирующими ну например у него хозяин второго и одиннадцатого домов там становится все сильной позиции какой-то или и можно сказать что в этом месте вам можно прогнозировать хорошие доходы но дело в том что мы мы сильно не меняемся от того как куда мы переезжаем потому что мы несем все свое с собой все что нам нужно по судьбе пережить мы принесем это в другое место только мы сменим антураж и обстоятельства и там будут тоже какие-то другие новые энергии и что я делаю я разъясняю как в каждом месте конкретно то есть я спрашиваю человека вы куда хотите переехать туда-то я смотрю какие там энергии ну во первых я анкетирую самого человека чем вы будете там заниматься если там такие-то и такие-то условия ну допустим он вот как вы очень связан с потоками информации если он не скажет я хочу переехать там в новую зеландию в деревню и пасти коров я ему скажу ну вот может быть это очень краткосрочное желание которое также возникло не просто так а потому что это желание возникло потому что вот такая-то сложилась ситуация в гороскопе у вас не реализовано такое желание вы хотите его реализовать может быть его реализовать в таком ключе потому что вас кори сменится период и вы захотите совсем нового то есть все что делает астрология она объясняет как устроено в каком порядке у человека рождаются желания и примерно какую матрицу жизни он проживает но в пределах этой матрицы у него есть выбор какими значениями наполнять каждую свою сферу и в каком пространстве то есть если человек переезжает куда-то совсем неподходящее место и видно что он вернется я обычно говорю вы должны попробовать а потом вернуться обратно и бывает такое люди действительно возвращаются но приехав с новым опытом потому что никакой опыт просто так не проходит это нужная вещь они возвращаются и начинают это действие им нужно было для того чтобы раскрыть свою природу попробовать что-то что они например хотели когда-то очень давно в детстве но не реализовались там-то пожить а не скажите о вашей практике допустим были ли случаи когда к вам обращались люди приходили на консультацию и задавали такие вопросы вы им говорили и они поступали так как вы им рекомендовали вот вообще первый вопрос часто ли люди если статистика часто ли люди действительно делают то что вы рекомендуете это первый вопрос а второй вопрос вот после рекомендации все ли действительно получается так как вы так сказать прогнозирует ну во первых я хочу сказать что первая моя рекомендация слушать себя, а не астролога, то есть не меня, потому что у нас есть в любой консультативной практике треугольник Артмана, то есть это когда приходит к тебе клиент и хочет на тебя или на астрологию переложить ответственность за свое решение, я говорю, решение принимаете все время вы, то есть я вам просто рассказываю о вариантах, если вы пойдете туда-то, у вас будет то-то, если вы сделаете это, то вы решите вот это. Единственный вариант, когда я настаиваю на том, чтобы рекомендация была строго соблюдена, это мухурта, то есть это выбор времени события, то есть если человек обращается за тем, чтобы я рассчитала, когда лучше переехать, когда лучше сесть на самолет, купить билет и полететь, чтобы проиграть, то есть сыграть лучший сценарий своей жизни, то есть через момент насытиться энергией, и чтобы все пошло как по маслу, и я этот момент нахожу, я говорю, что вот это теперь та самая рекомендация, если вы от нее отступаете, то вы потом как бы себе минус в карму делаете, и вы потом не сможете пользоваться следующими благоприятными моментами, поскольку астролог вложил туда в этот момент сам свою энергию, то есть я долго подбирала, я смотрела, я ориентировалась на самого человека, я встраивала его в этот временной пространственный поток, и поэтому я рекомендую строго соблюдать мухурту, а все остальные рекомендации, они всегда на усмотрение самого клиента, то есть вы можете попробовать, вы можете сделать, потому что меня никто не спрашивает такие вещи, ну скажем, например, какую мне выбрать кофточку, да, что-то такие вещи, которые, на которые я могу так вот рекомендовать, выберите зеленую, потому что у вас Меркурий сильный, там, допустим, такие вещи нет, меня спрашивают вещи такие глобальные, жизненные, на которые я даже не имею права давать какой-то однозначный ответ и говорить, вы должны сделать только так, а не иначе, вот, допустим, о том же переезде, я только раскладываю, что у вас будет в этом месте, какие энергии там у вас включатся более всего, и интересно, что людей всегда тянет в определенное место, когда у них включается планета, связанная с этим направлением, например, у меня вот здесь в Таиланде часто приходят клиенты, которые говорят, все, чувствую, пора ехать в Россию, и у многих из них включается, например, Луна в гороскопе, начинается период Луны или период Сатурна, вот, очень многие едут в Луна, Сатурн, Сатурн, Луна, то есть они едут в Россию, потому что Луна связана у нас с северо-западным направлением, Сатурн связан с западным направлением и тянет в такие страны, где Луна сильная, ну, Луна сильная, например, в Голландии, в тех странах, где много воды, на севере, на северо-западе очень много энергии Луны, на западе много энергии Сатурна, ну и в России энергии Сатурна достаточно, то есть если человек, пожив в Таиланде, чувствует, что ему здесь уже тесно, потому что здесь сплошная Венера, здесь очень много Венеры и много Юпитера, но мало Меркурия, Сатурна, мало Луны тоже, и поэтому люди, которые хотят какой-то дисциплины в своей жизни, имеют тенденцию это место покидать, потому что у нас каждое место так или иначе связано с каким-то большим или меньшим влиянием планет. Аня, тогда по ходу вопрос, означает ли, вы только что сказали о том, что я сам недавно был на Бали и был в Таиланде, кстати, действительно, да, там своеобразная страна и, конечно, Венеры там действительно очень много, ну, означает ли это, что у человека в карте сильная Венера и Луна, и ему надо ехать в эти края, или не обязательно? Например, человеку очень, у человека здоровье пошатнулось, и в его карте Венера является управителем первого дома, то есть Лагнешем. И, конечно, ему в это время лучше ехать, и Венера в раке, представим, да, в какой-то водной стихии. Конечно, такому человеку, чтобы поправить здоровье, расслабиться, получить какую-то энергию, нужно поехать туда, где тепло, туда, где есть вода, туда, где можно запросто пойти сделать массаж в любом месте, ему нужно подрасслабиться, если он долго живет в той стране, где, скажем, Сатурн, Луна и Меркурий, Марс, то есть вот мы возьмем, например, страну какой-нибудь, Петербург, да, возьмем город Петербург, в Петербурге очень много Сатурна, Луны, рядом, допустим, та же страна Эстония, она тоже, это Луна, это Луна с Кету, это Сатурн, и, допустим, человек очень долгое время проживает там, не видит Солнца, и при этом начинаются у него проблемы со здоровьем, но у него сильная Венера, и начинается период Венеры, конечно, его тянет в теплые края, Венера связана с юго-восточным направлением, и если вы вообще, в принципе, едете на юго-восток, вы усиливаете свою Венеру в сознании, и Венера на вас начинает больше влиять, в том числе, вот, кстати, недавно Нобелевскую премию дали за то ученым, что они открыли грит нейроны в структуре головного мозга человека, это нейроны решетки, что, оказывается, у нас есть определенная решетка в голове, в гиппокампе, в частности, в которой мы, в зависимости от того, куда мы движемся, на какие объекты мы смотрим, в пространстве, на каком находимся, происходят изменения, и эти изменения либо в плюс, либо в минус, то есть, либо у нас улучшается работа головного мозга, либо ухудшается. И также смотрели, исследовали крыс в замкнутом пространстве и выяснили, что, допустим, в трапециевидном длинном пространстве они себя чувствуют очень плохо, в таком-то хорошо, и даже развелось такое направление, нейроархитектура. И вот оно очень тесно связано с тем понятием, которое заложено в астрологию, в науку васту о пространстве, тоже ведическая наука, которая изучает пространство и влияние пространства на нас. И вот эта идея, она, в принципе, сейчас уже научно подкреплена, что у нас есть определенные клетки, которые реагируют на наши перемещения в пространстве. Так вот, если мы двигаемся на юго-восток, в Таиланд, мы повышаем себе и Венеру. И если у нас Венера в гороскопе сильная, окей, но если она поврежденная, и знаете, тут какой эффект наблюдается Венера, она ответственна за взаимоотношения полов и социальные контакты. И очень многие пары, приезжая в Таиланд, если у них есть поражение и есть уже к этому предпосылки, они просто распадаются. То есть у нас Таиланд считается местом трансформации взаимоотношений. Это уж ни для кого не секрет, кто здесь живет, потому что очень многие люди претерпевают большие изменения. Некоторые люди объясняют тем, что это просто на солнце перегрелись. Поэтому есть и астрологическое объяснение. Понятно. Аня, ну это все очень действительно интересно. Тема, ну поистине необъятная, как сама астрология. Это такая наука очень интересная. Я хотел бы вам задать один последний, наверное, вопрос. И мы продолжим, конечно же, в следующий понедельник. У нас время, пока, дорогие друзья, с Анной Ласточкиной время у нас по понедельникам, в 4 часа дня, по московскому времени. Мы встречаемся с ней. Ну, а потом посмотрим. Может быть, мы перейдем на вторник. Скажите, какая страна, под какой планетой, ну я знаю, но тем не менее, подтвердите, если это так. Соединенные Штаты Америки. Ну, вы знаете, а я нет. Нет, я догадываюсь. Во-первых, там очень сильная энергия Меркурия. И вообще, если знак рассматриваем, то под знаком близнецов. И вообще зеленый цвет, зеленый доллар, вот это вот калькулятивные способности большие там просыпаются у всех в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что Россию обычно причисляют влияние Сатурна на Россию. Я хочу спросить у вас. Ну, вы знаете, я бы так сказал, что две планеты, может быть, процентов, наверное, 40 все-таки Меркурия, а 60 процентов это все-таки Марс. Поскольку, несмотря на то, что как бы постоянно кого-то надо защищать, хотя об этом никто вроде бы как и не просит, но тем не менее защита подразумевает все-таки оружие и какие-то военные все-таки конфликтные ситуации, даже если их надо разрешить каким-то образом. Что касается Меркурия, то, в общем, да. Потому что возможностей очень много здесь и, в общем-то, никто, никаких ограничений нету. Вот на что ты способен, то ты и получишь. И Никола Тесла, кстати, проживая здесь, получал очень и очень много, потому что, ну, возможности есть, да, действительно есть возможности и путешествий, и все, в общем-то, открыто и доступно, и никаких действительно ограничений нету, никто, как говорят по-русски, на тебя не наезжает, никаких крыш здесь не существует, все, в общем-то, строго в рамках, если ты, конечно, функционируешь в рамках закона. Самое главное здесь никого не обманывать, ну, и не совершать каких-то махинаций. Вот это очень и очень строго пресекается. А так все во всем остальном, действительно, это так, и возможности узнать и постичь действительно очень много. Ну, дорогие друзья, мы постигаем, постигаем, общаясь каждый день, общаясь с нашими специалистами, с нашими учителями. Я сейчас говорю в данном случае о ювидическом астрологе Ане Ласточкиной, и этому мы очень рады, и рады предоставить вот такую информацию в связи с нашим вот таким общением. Ну, Аня, большое спасибо за ваше время, у вас уже время, так сказать, ну, да, уже скоро к вечеру. К вечеру, да. Ну, и, дорогие друзья, мы очень рады, я очень рад в том, что вы нас слушаете, и в том, что вы смотрите наши видео, которые выкладываются на YouTube. Я единственное, что еще объявлю, это тройное WSungGatesRadio.com.com, 847-226-9956, код страны 1, 1847-226-9956, это телефон, если кто желает позвонить. Ну, и Skype, SunGates, солнечный оборот на конце буквы, SunGates108. На этом этот сегмент нашей программы подошел к концу, у микрофона был руководитель центра Майкл Мелехов, а на связи Таиланд, физический астролог Анна Ласточкина. Аня, спасибо большое, до новых встреч. Спасибо вам большое за внимание, спасибо.